С ноября прошлого года Песчанский ФАП стал врачебной амбулаторией, которая обслуживает более 3000 пациентов, и каждого из них знает фельдшер Наталья Грушевская. За 28 лет работы, хоть ночью разбуди, назовет группу здоровья любого из своих подопечных. Сегодня на приеме Лариса Черникова, у нее гипертония, повышено давление. В таком состоянии сложно находиться в душном помещении, а установленный в 2016 году модуль не имеет кондиционеров. За решение проблемы взялся фонд «Поколение» Андрея Скотча. Здесь будет установлена сплит-система. Ну, приходишь, сидят люди, приходится, допустим, какое-то время немножко посидеть. И в прохладе это будет очень хорошо жителям, врачам нашим хорошо будет работать. Ну, я думаю, что это вообще хорошая вещь. Модулей, нуждающихся в кондиционере, на территории Староскольского округа – 11. Все они установлены фондом «Поколение» в самом начале реализации проекта «Управление здоровьем». Тогда в ФАПах по стандарту он просто не предусматривался. Но жители и работники жаловались – летом жарко, зимой прохладно, несмотря на отопление. В фонд обратилась администрация Старого Оскола, и новая сплит-система не заставила себя долго ждать. Современная модель с возможностью поддержания температуры в заданном диапазоне. Минимум потребления электроэнергии – низкий уровень шума, морозоустойчив и прост в управлении. С этим проектом мы еще раз подчеркиваем, что в здравоохранении все постоянно совершенствуется, дополняется. Но даже то, что мы с вами сейчас находимся, кто-то что-то сейчас изобрел, и со временем это тоже появится у нас в нашей системе работы. Этап реорганизации медицины в округе – на финишной прямой. Из 40 лечебных учреждений Староскольских сел – 22 модульных. Остальные не требуют замены. Продолжение следует...